Химики Балакова в эти дни отмечают значимую дату. 22 марта 1972 года возведение завода фосфорных удобрений, ныне Балаковский филиал АО «Апатит», стало всесоюзной ударной комсомольской стройкой. С того дня минуло полвека. Что это значило тогда? Это значило, что туда будет приезжать молодежь с разных концов страны, что этой стройке будет уделено особое внимание. Возведение ЗФУ получило всесоюзный статус четвертым по счету. На тот момент уже работали саратовская ГЭС, химволокно, голубой лентой просянулся по Балаковскому левобережью, оросительный канал имени Алексеевского. Первый камень в основании будущего завода по производству минеральных удобрений был заложен в 1969 году. Построена автомобильная дорога, склад, но возведение цехов проходило медленно, людей не хватало. Масштабы огромные. Естественно, до завода фосфорных удобрений уже руки не доходили. Камень-то заложили, вроде бы закупать стали оборудование, а все остальное надо проложить железную дорогу, надо завести оборудование. Что для этого нужно? Нужно было сконцентрировать все силы. В Балаково на стройку приехали комсомольцы со всей страны. Они не побоялись отправиться в неизвестность. Завод возводился в степи, поэтому многие жили в палатках. Но такие условия никого не смущали. Молодежь строила страну. И быть частью этого масштабного процесса было честью. Таких крупных строек сейчас нет и вряд ли уже будет. Потому что это действительно была эпоха, когда нужно было восстановить хозяйство и построить новые предприятия, новую экономику, совершенно другую, которой не было до Великой Отечественной войны. Темпы комсомольских строек были колоссальные. И неудивительно, что уже через год после объявления стройки Всесоюзной Ударной, в 1973-м, завод фосфорных удобрений начал выпускать продукцию. Позднее Балаковские химики обеспечивали гранулами роста многие регионы Советского Союза и зарубежные страны. Историю предприятия с большим интересом слушали ученики фосагроклассов школы номер 25. Ребята – будущие химики, которым интересно узнать про завод, на котором они планируют работать. Мы ездили на само предприятие, однако все равно здесь я узнала много нового. Ребята, погружаясь в тему краеведения, истории своего города, они меняются сами. Кто-то из них придет потом работать на предприятие. Это ценно, потому что предприятие с такими хорошими традициями. За эти полвека предприятие пережило падение и взлеты. Сегодня наследником и продолжателем его славной истории является Балаковский филиал АО «Апатит» компании «Фосагра». Сменилось название, но задачи производства остались прежними – обеспечивать продовольственную безопасность страны и всего мира. Потому что только с гранулами роста растить хлеб просто.